Ваш следующий вопрос. Наталья Бельщенко. Здравствуйте, Наташа. Да, здравствуйте. Я хочу прочитать все переводы стихов Мирослава Лаюка. Это их поэт, как сказал Игорь Сит, что уже есть даже поэт 2010 года, нового совершенно столетия. Это один из тех. Он родился в 1990 году в Карпатии. И стихи его действительно наполнены теми магическими карпатскими нюансами, которых нет, например, в Центральной Украине. У него много в стихах губорастительного, магического. Начинал он, как я понимаю, тоже с стихов, рифмованных большей частью. А я понимаю, что он известен как пергибрист скорее. Наташа Бельщенко. Он читал три поэмы о Мирослав Лаюк, который был украинен, который был в Санкт-Парсии. Он живет в Киеве. Он был в Киеве, Материанской Академии. И он был в Киеве, Материанской Академии. Он стал читать магическую поэмы. Он был в Киеве, Материанской Академии. Он был в Киеве и в Киеве. Он выводил несколько поэмы. Спасибо. И в английском вы можете найти их на пляже 19. Она спряталась за столетним орехом, чтобы зверь ее не увидел. Она наблюдала за ним тайком, за его массивным телом, со страшными глазами, которые напугали стаю будодов, а недавно тут поселившихся и ласточек, и синиц. А потом она пожелала не бояться рептилий. Она вышла из-за ореха и спросила, можно ли не бояться тебя, зверь? Он ответил, не бойся. А потом она захотела покататься на нем. Катаясь, она захотела нарядить его в своей платье, накрасить уста и ногти, наряжая и накрашивая. Она захотела стать его яйцом. Становись, Смедея. Оригинал читать? Богоматерь лисица держит в мягких лапах рыжие бога-дитя. С таким взглядом, словно увидела над омхом мотылька, никогда не видела во прежде. И шестиполый лис кто-то хочет сказать, на что-то указывает. А еще одна молодая лисица смотрит на двух молодых крылатых лисяк, рыжих-рыжих. И лисией улыбкой из далекого кратера на Меркурии смеется Рафаэль и заглядывает в глаза свои хитрые глаза. Школьные деревья, магнолия. Магнолия или не магнолия, по другую сторону сетки. Мяч летел через проволочный забор, а я был на воротах. Они играли в футбол, и их ненавидела женщина, которая жила за сеткой. А я презирала эту дурацкую игру, но женщине все равно приходилось меня ненавидеть. Я должен был стоять на воротах. Но даже если бы и не стоял, я должен был, потому что тот, кто против, вынужден платить за всех. Я должен был передавить ее помидоры, чтобы забрать мяч, который прикатывался к корням магнолии, словно голова. Однажды женщина выждала время. Она выбежала из дома с ножницами, когда я висел на сетке, потому что тот, кто против, вынужден платить за всех. Есть воздух облаков, а есть воздух трав. И воздух трав оседает на магнолию, неважно, цветет она или нет. Магнолия это или какое-либо другое дерево. И есть воздух облаков, нанесет мяч мне в руки. И кожу лападони обжигает. Мне вообще-то вот что-то тоже было. Мне вообще-то нравится. Спасибо. Вопросы? 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 Наталья, я думаю, мы поняли, что привлекло в этих стихах. Скажите, пожалуйста, что привлекло в них вас, обычно, когда привлекло перевод, должна возникнуть, должна прискочить какая-то диска, должна возникнуть, если тоже возникнуть какой-то контакт, что было точкой для вас? Ну, именно в этих стихах вот эта растительная жизнь, которая всегда мне казалась таинственной, и, может быть, рептилия, опять же, то есть мне, например, очень нравятся зимородки, скажем, белые луки, а зимородки, то есть вот в этом, может быть, мы тоже остались. Нет я, в cake воскресенье, нет, ничего. I think you should come to visit. Мирослав покорил меня изначально тем, что его стихи, в частности рифмованные, которых мы здесь не слышим, они были отобраны для вечера, его рифмованные стихи, они как бы очень четко ориентированы на жизнь рода, то есть на преемственность поколений, на то, что сам человек, он вписан в род, его стихотворение было памяти деда, допустим, посвященное смерти деда, и все вот эти карпатские реалии, они как бы подчеркивали преемственность этой трагедии смерти, которая, тем не менее, она постоянно исчерпывается в новых поколениях, но то есть эти стихи были не настолько безысходны, как вот иногда бывают какие-то смертельные такие вещи, то есть именно ощущение вписанности в род, вот, меня, пожалуй, очень роднит с Мирославом. Это то, о чем вы говорили в поэзии, происходящей из чувства времени. Спасибо. такое mummy-то не только поэзии, но и поэзии, поэзии и стихотворение. Такжеło обоис points обои vontade, но за spared切ность в SI Мирославе. Конечно, моемhy преданимации поэзии, хорошо. Еще Coge.